А мы продолжаем тему. Премьер-министр тему дня, разумеется. Премьер-министр Нетаньяу вылетел вчера вечером на конференцию по миру и безопасности на Ближнем Востоке, в Варшаву, и перед вылетом ответил на вопросы журналистов. В том числе Нетаньяу в определенном образом подтвердил, что цааль нанес удары по иранским целям в Сирии. Мы все время предпринимаем действия против попытки Ирана закрепиться в регионе. В том числе мы делали это и вчера, сказал премьер, собственно, вчера, перед вылетом. Что это? Случайная оговорка или изменение стратегии? Об этом мы говорим с доктором Оффером в Израиле, Институт политики и стратегии, если есть дисциплинарный центр в Герцли. Доктор Оффером, шелом לך. Бокер, טוב. Бокер, טוב. אנחנו, שמענו, את рאש הממשלה, שאומר שאנחנו פעלים נגד Иран, כולל אתמול. זה לא פעם ראשונה שראש הממשלה, בהזדמנות כזו או אחרת, מציין שאנחנו פועלים, וגם פעלנו כרגע, ולפני יום ולפני יומיים, עד אז אנחנו דגלנו בעמימות, הטקטיק השתנתה? אפשר לזהות את השינוי במדיניות הישראלית. המונח היותר נכון להשתמש בו זה לא עמימות. עמימות משתמשים בה בהקשר הגרעיני, אלא מה שהוגדר מרחב הכחשז. זאת אומרת, תוקפים ולא מתגאים, או לא מצהירים על כך באופן גלוי. ניתן לראות שינוי במהלך השנה התיומר האחרונה, שגם בחירים, תחילת הדרך, בחירים שהשתחררו מהצבא, הצעירו על כך, ובהמשך, כמו שאמרת, גם ראש הממשלה וגורמים אחרים, בחירים מהפוליטיקה, החלו להשתמש במעשה, פרצו את הרחב ההכחשה הזה, והצעירו בגלוי על אחריות לתקיפות ישראליות בסוריה. אוקיי. Изменения в израильской тактике в отношении подобных ударов можно видеть на протяжении последнего года, говорит мой собеседник. Я бы не стал употреблять термин непрозрачности, этот термин больше подходит к вопросам ядерной программы. Я бы говорил о пространстве, так сказать, о пространстве для отрицания. Дело в том, что до недавнего времени Израиль после ударов не подтверждал, но и не отрицал нанесение этих или иных ударов по объектам, главным образом, на территории Сирии. В течение последнего года, можно сказать, что эту плотину прорвали, потому что часть основных военных и основных политиков говорили более открыто о тех или иных ударах. Ну и, по сути, глава правительства в последнее время также стал придерживаться этой тактики, включая этот фрагмент, который мы только что слышали. Но почему израильская политика в этом отношении начала меняться? Но почему мы решили о том, что мы решили в том, что мы решили борьбы методов, многое крупные объемы, измежуты из Сухихи, смотрите, я могу как положить, это значит, что притка. Много в preventing притка. Но, если дано посещает, то как речь沒有, что-то решает немедленно, он обжарил таков. — Я не думаю, что было принято какое-то продуманное решение об изменении стратегии. Я думаю, что просто так развивались события. Один за другим люди начали высказываться для того, чтобы заработать себе какой-то общественный или, может быть, политический капитал. — Я, в общем, не считаю это правильным. Мне кажется, что предыдущая политика была более верна. Но, тем не менее, примеры новой оценки ситуации мы видели в том фрагменте интервью главы правительства, которое мы только что давали в эфире, говорит мой собеседник. И сказали нам что, так сказать, еще более подробно поговорю о том, что им ведуа. So, כן, бубкаса, я хотела бы что-то показать. Продолжение следует... ...שמנסה בכל דרך לבנות כוח שיופעל בבוא היום כדי להרער עד כדי הפלת מדינת ישראל. מדינת ישראל חייבת לעשות את אותה פעולה שהיא מצריכה הרבה משאבים ואורך כוח. וביום פקודה לעשות בשימוש לאו דווקא מתוך הבנה שתהיה הצלחה להפיל את המשטר האיראני, אלא בעצם זה שמדינת ישראל תייצר אפשרות כזו שתהרער את המשטרות, תנסה לפגוע בו, זה כבר יהיה גורם מאוד מאוד משמעותי, שלמעשה יעשית את האיראנים מהרצון והמעמד שלהם התמידי, הייתי אומר, בעשורים האחרונים, כמו שאמרתי לפניכן, לפגוע בביטחונה ובעצם קיומה של מדינת ישראל. תודה רבה. זה будет последний день вообще, когда они празднуют годовщину исламской революции. Я думаю, говорит мой собеседник, что хорошо бы, чтобы подобные высказывания были основаны на какой-то стратегии, которая не существует. Иран такой стратегии придерживается в отношении Израиля, то есть он готовит почву и прикладывает огромные усилия, собственно говоря, и военные, и политические, и финансовые, для того, чтобы поколебать стабильность Израиля, если в тот момент, когда это понадобится. Израиль должен, в общем, придерживаться такой схожей тактики, чтобы, если понадобится, в случае военного противостояния, нанести ущерб по стабильности режима. Может быть, даже не предполагая, что этот удар приведет к тому, что режим падет, но, по крайней мере, определенную дестабилизацию будет внесена. Для того, чтобы эту стратегию разрабатывать, нужно долгосрочное планирование, нужна выдержка. Я, честно говоря, сомневаюсь, вы говорите в моих собеседниках, что такая стратегия существует. Между тем, у Ирана такая стратегия есть. Не получается ли так, что мы в этом плане только реагируем, но не инициируем? Но ты говоришь, что в Ирана есть стратегия такая, и для нас нет, поэтому мы снова погибаем и не зажимаем? Да, в принципе. Субтитры создавал DimaTorzok Доктор Офель Исраэль, мы очень рады вам сказать, что мы не проявляем инициативу, мы реагируем на иранские попытки дестабилизировать Израиль в той или иной сфере. Как я уже сказал, у нас нет долгосрочной стратегии в отношении иранского режима. Нужно прилагать усилия для того, чтобы эта стратегия была, и чтобы были инструменты, которые могут внести некий раскол в действие иранского руководства и способствовать дестабилизации того, что происходит в Иране. Я надеюсь, говорит доктор Офель Исраэль, Институт политики и стратегии, сотрудник междисциплинарного центра в Герцли, что слова главы правительства послужат катализатором для этих самых процессов, мыслительных, долгосрочных среди израильских политиков, самых разных, в том, как следует выстраивать контрдействия, более инициативные, более долгосрочные, более продуманные в отношении Ирана, в том, что направлено на дестабилизацию режима, ведь сами по себе эти действия имеют очень большую важность, говорит доктор Офер Исраэль. Продолжение следует...